Всем привет! Сегодня поговорим немножко про теорию, про теорию вопросительного знака. Немножко истории, совсем немножко истории. Вопросительный знак у нас в письменности появился намного позже, чем точка. Почему? Потому что первоначально у нас писали на каких-то там папирусах, на каких-то там камнях и писали в основном какие-то такие фразы по типу каких-то там законов, те же самые там не убей, не укради и так далее. Таких там на памятниках писали, высекали какие-то надписи, то есть это, допустим, Гай Юлий Цезарь, полководец римский, то есть это все было просто утвердительное предложение, то есть никаких вопросов в данных предложениях не было. Но с развитием письменности, с развитием, ну, когда находили новые виды бумаги, где можно было на чем писать, у нас у людей возникало все больше и больше потребности в подтверждение, чтобы, короче, возникла потребность предложения как-то обозначить, что это вопрос. Просто были такие предложения, которые выглядят как утвердительные, то есть они как бы вроде бы и вопросительные и утвердительные. То есть если мы не поставим в конце знак вопроса, то мы не поймем, это у нас вопрос такой или все-таки просто утверждение, что так оно и есть. Вот. И именно поэтому возникла потребность в поиске какого-то знака, которое означает, что это предложение является вопросом. Было много разных версий, какие вопросительные знаки были использовать. Там пытались просто какие-то закорючки, какую-то тильду небольшую подописать, либо же просто какую-то молнию нарисовать сверху, либо просто какую-то запятую с точкой поставить, или точку-запятую наоборот так. Допустим, в греческом языке знак вопроса до сих пор пишется как точка запятой. То есть обычная точка запятая, это на них знак вопроса получается. Вот, и потом всё-таки было как-то, ну, когда была у нас римская империя, они общепринятое сделали из слова куастио, куастио, это слово переводится как вопрос, либо же поиск ответа. И вот это вот куастио они решили немножко сократить, и в конце предложения, если это вопросительное предложение, ставить сокращение до этого куастио. То есть первая буква ку и последняя буква о они ставили вместе. То есть получается, что вот это предложение, и нам к этому предложению нужно найти ответ. Вот, и люди, которые писали побыстрее, они сначала писали ку-о, потом эта ку плавно перешла наверх, и в итоге у нас получилось, что буква о у нас превратилась в точку, а буква ку у нас превратилась в такую закоручку, которую так быстро писали, так сказать, да. И вот так вот, таким вот образом появился у нас вопросительный знак. Ну, это как бы теория такая существует, что вот это у нас как бы эволюция вопросительного знака. Вот, теперь давайте поговорим про то, как вопросительные знаки используются в других языках. Сначала давайте с французского начнем. Во французском языке, в принципе, вопросительный знак вот такой же, как и у нас в русском языке, или, допустим, в английском языке. Единственное, что там у нас перед вопросительным знаком нужно поставить обязательно пробел. То есть, между словом и вопросительным знаком во французском языке нужно место. Почему? Честно говоря, я не знаю. Видимо, французы любят, так сказать, когда у них пространство есть большое, да. Ну, какие-то у нас у них там такие свои заморочки, почему они это сделали, я, честно говоря, не знаю. Если вы знаете теорию, почему они там ставят пробелы, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне тоже это интересно. Во всех остальных языках пробел здесь не ставится. Мы должны писать, да, это дело слить на последнее слово и к нему прилепляем наш вопросительный знак. Без всяких пробелов. В испанском языке у нас присутствует перевернутый вопросительный знак. Он у нас делается для того, это, как бы, знак, открывающий предложение. Почему испанцы так делают? Они также делают все то же самое с восклицательным знаком. Почему так делают испанцы? Для того, чтобы человек, который читает данную фразу, он сразу знал, что это у нас вопросительное предложение и сразу читал его в нужной интонации. То есть, чтобы не было такого, что он, там, длиннющее предложение, да, и он сначала читает, читает, читает его, а потом в конце видит, что, опа, да, там указывается вопрос. И получается, что все, что он почитал, нужно было прочитать в иной интонации. Здесь, конечно, маленькая фразочка «кепаса», да, то есть это «что случилось, что происходит». Тут, как бы, проблем, возможно, не будет, потому что всю фразочку можно увидеть одним, как бы, взглядом быстренько. А если вопрос был длинный, то там могут возникнуть проблемы с прочтением. И поэтому испанцы решили, что нужно создать какой-то предупреждающий знак, открывающий предложение, чтобы люди сразу знали, что это именно вопрос, либо восклицание. Кстати говоря, небольшое лирическое отступление, вот эта фраза Кепаса была использована в мультфильме «Король лев», в диснейской версии, ну, именно в мультфильме, не в фильме, а именно в мультфильме. Там у нас была ситуация, когда у нас одна гиена что-то там проговорила про Муфасу, и тут на неё шрам, а то самое, агресса, типа, не произноси это имя при мне, это на английском всё было. А гиена такая, что? Какое это самое? Какая ещё Муфаса? Я раньше сказала Муфаса, я сказала Кепаса. Типа, что же происходит? Говорит она. Вот, это у нас на английском языке так звучало. Некоторые посчитали это, кстати, немножко расизмом, то, что, мол, гиены у нас присуслились к мексиканцам, получается, и нашли какую-то нотку расизма в этом мультфильме, в этой сценке. Ну, давайте, пойдём дальше. Дальше, у нас есть ещё перевёрнутый, отражённый, отзеркальный вопросительный знак, у нас присутствует в языках арабском, допустим, и ещё в некоторых языках, где у нас люди пишут справа налево, то есть строчку справа налево. Они пишут, и тем самым, как бы в конце предложения, они ставят перевёрнутый, точнее, отражённый по горизонтали вопросительный знак. Это вот раз. В арабском языке вопросительный знак пишется вот такой вот, закорючечкой сверху, маленькая закорючечка вот такая вот. В древности писали этот самый вопросительный знак в качестве точки запятой, об этом я уже рассказала. В греческом языке до сих пор это сохранилось, и ещё в церковных языках также сохранились вот эта вот точка запятой. То есть это как бы, когда вы открываете, допустим, ту же самую какую-то Библию старую какую-нибудь, да, там, где у нас, ну, старославянские языки, церковнославянские языки, если вы видите, что там стоит точка запятой, то, возможно, это вопрос, а никак не это, не заканченное предложение какое-то. Далее что? Далее у нас сочетание, опять-таки в испанский перейдём, сочетание вопроса и восклицательного знака. То есть испанцы, они могут использовать вот такой знак, то есть сначала они открывают предложение восклицательным знаком, но заканчивают вопросительным знаком. Это то же самое, что и вот этот вот, вот такой вот знак, то есть вопрос и восклицание, то есть, ну, смешанное получается. Вот такой вариант они не очень любят, потому что здесь не очень понятно всё-таки с самого начала, что у нас за вопрос такой. Когда они используют такой вариант, где у нас оба всё-таки прописаны, то это более чётко передаёт, ну, как бы, подкатывает человека к той самой интернации, которая должна быть здесь прочитана. Далее. Вот этот вариант более сокращённый, но его чаще используют в этом самом-самом, в месседжах различных и так далее. Ну, такие, да, у нас более быстро должна быть печать. В японском языке знак вопроса, он, кстати говоря, отличается от знака вопроса русского либо латинского. Дело в том, что у каждой буковки есть свой уникальный код для того, что, ну, этот код нужен для того, чтобы программам проще было понять, что конкретно мы от неё хотим. То есть, когда мы нажимаем на клавиатуру какую-то буковку, допустим, буковка У, и это сам получается, мы какой-то определённый сигнал посылаем через клавиатуру к нашему компьютеру. Компьютер это дело передаёт нашему фотошопу, либо в родовскую программку какой-то, ну, короче, программке, где мы работаем с текста. Программка слышит, что, ага, нужно поставить букву с таким-то сигналом. То есть, вот это её сигнал, это её код такой, уникальный код. Этот код, она, программка, посылает в этот самый файл шрифта, то есть, она заглядывает в файл шрифта и ищет в списке всех уникальных кодов, конкретно тот, который мы её попросили, и находит такую ячейку с неким рисунком. И этот самый рисунок она вставляет в наш файл, где мы сами печатаем это дело дальше наше, ну, письмо, что печатаем. Вот, и таким образом получается, что мы нажимаем букву вот здесь на глотую какую-то, рисунок у нас на кнопке нарисованный, посылаем сигнал. Этот сигнал у нас переходит в какой-то уникальный код. Этот код потом превращается в картинку, потому что эта картинка стоит в нужной нам ячейке. Если же в ячейке, в программе файлов, в файлике шрифта, в этой ячейке будет буква не у, а какая-нибудь другая буква, допустим, буква о, то получается я нажимаю букву у, а он мне выдаст букву о, понимаете? И, это самое, у японского знака вопроса есть своя отдельная ячейка, у неё есть свой отдельный код. Почему? Дело в том, что японцы, они пишут нас без пробелов, то есть они пишут, пишут, пишут свои тексты, и пробелами они не пользуются. Даже после того, как они поставят точку, они не нажимают пробел, они просто продолжают дальше печатать. И вот как раз таки, чтобы различать одно предложение от другого предложения, они запрограммировали себе специальный символ вопроса, у них также есть специальный символ точки, у них есть специальный символ для знака восклицания. И у каждого этого символа после вот этого знака есть ещё некоторое пространство. То есть, когда мы, допустим, русские, пишем предложение, знак вопроса, потом пробел, и потом начинаем новое предложение. Это для нас это нормально. Японцы этим пробелом не пользуются, они просто пишут, 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 нажимают на знак вопроса, пишут дальше, но так как уже в этой рисунке, в этой ячейке с уникальным кодом у нас вопрос нарисован таким образом, что там есть и вопрос, и какое-то место свободненькое, то мы видим в их письменах, что как будто бы там стоит пробел, но на самом деле пробел там не стоит. Так вот, если мы посмотрим на наши вопросительные знаки в различных шрифтах, то мы увидим, что вот допустим здесь у этого шрифта, это шрифт Мейрио, я не знаю, как правильно читается, здесь у нас что русский вопросительный знак, что японский, они визуально ничем не отличаются. Если мы возьмем какой-то другой, поставим этот шрифт, то тут уже сразу видно то, что вместо японского вопросительного знака у нас какая-то загорючка. Эта загорючка означает, что в данном шрифте под этой самой ячейкой ничего не прописано, то есть там какая-то стандартная загорючка стояла, и она также отображается, и ничего новенького там не пишется. Вот такие бывают загорючки какие-то ставятся, бывают просто какие-то квадратики пустые, вот такие ставятся, тоже стандартный знак того, что знак отсутствует. Такие шрифты, ну, нужный нам этот самый вопросительный знак, можно найти в азиатских шрифтах, они обычно сам внизу списка находятся, вот тоже это самое Мейрио, потом дальше у нас МС Готик, допустим, шрифт. Здесь, допустим, мы уже видим, что русский вопросительный знак у нас более узенький, а японский он более широкий. Это, опять-таки, связано с тем, что японские эти иероглифы, они должны помещаться в некий квадратик такой, и этот знак вопроса, он тоже должен помещаться в этот сам квадратик. Особенно это касается моношрифтов, которые там по ширине свои одинаковые, там все силы одинаковые по ширине. Вот, и обычно вот эти шрифты, которые, ну, стандартные, которые у нас есть на нашем компьютере, это обычно и есть те самые моношрифты. Еще кое-что надо добавить к японскому языку. Дело в том, что не все предложения вопросительные японцы обозначают вопросительным знаком. Дело в том, что у них есть некоторые частички в конце предложения, которые уже показывают, что это предложение вопросительное, и в дополнительном вопросительном знаке они не нуждаются. Это частички такие, как ка, кай, кашира и но, допустим. Да, вот в таких вот, когда у нас продолжили заканчивать вот эти вот частички, то сразу видно, что это вопрос, и дополнительно, ещё раз пафосно показывать, что этот вопрос японцы считают излишним. Есть ещё у нас различные сочетания этих самых уникальных знаков, так называемых. Это у нас двойной властительный знак. Его уникод выглядит вот таким вот образом. Чем он привлекательен? То, что, вот, допустим, двойной властительный знак, либо вот это вот властительный знак с сочетанием властительного и властительного знака, такое либо такое, хотя, говоря, в русском языке вот такого мы не пишем. Нет, это неверный такой знак. Это у нас такие, так называемые, лигатуры. Это как бы соединённые знаки, то есть два знака соединили в один. Получается, здесь у нас вот это один знак. Если мы напишем рядышком два вопросительных знака, мы увидим, что между ними расстояние чуть-чуть побольше, чем здесь. То есть здесь у нас немножко сократили расстояние. Плюс ко всему, когда мы так двигаемся вперёд-назад стрелочками ходим, здесь мы видим, что это у нас один знак, а это второй знак. А здесь у нас раз, перешли. Это всё один знак. То же самое вот с этим делом. Это всё один знак. Раз, два. Видите, расстояние чуть побольше между ними. Вот. Вот с этим что и стукенцией. Это у нас тоже получается соединение этого вопросительного искусственного знака, но оно не вошло у нас в наш обиход. Его использовали там буквально лет 10, наверное, в Америке пытались его ввести, но он как-то не вник в нашу систему. Почему? Потому что на машинках и на клавиатурах, получается, нужно было делать новую кнопку. А у нас уже все такие стандарты были хорошие, что эта клавиатура уже была готовенькая, там уже все знаки были расставлены, которыми мы чаще всего пользуемся. И вот для вот этого знака новую кнопку делать уже просто-напросто никому не хотелось. И поэтому этот знак у нас не влился в нашу этот самый, в нашу, ну, в наш обиход не влился. Вот этот вот знак, это знак маленького вопросительного знака. У данного шрифта его нет. Давай сейчас поищем. Какой-то там был все-таки знак, был какой-то шрифт у меня, где он присутствовал. Тоже внизу какой-то шрифт был. Сейчас, это у нас не то. Вот, вот здесь вот видно. Вот этот шрифт Microsoft Shanghai называется. И здесь мы видим маленький вопросительный знак. Честно говоря, для чего использовали этот маленький вопросительный знак, я так и не узнала. Я пыталась найти хоть какую-то информацию, но как-то у меня не получилось. Если кто-то знает, то пишите в комментариях. Так, далее пошли. Последнее, что я хотела сказать про вопросительные знаки. Это у нас то, что некоторые люди пытались как бы внести новые какие-то знаки. Ну, в том же, тот же самый этот, как называется, вот этот вот знак. Они пытались этот знак ввести, но почему-то не получилось, не прокатило. Помимо вот такого знака, пытались ввести и другие знаки. Допустим, перевернутый знак вопроса в качестве риторического вопроса. То есть, если будет предложение, и в конце это будет риторический вопрос, то типа как ставим вопросительный знак в обратную сторону, и все будет прекрасно. Почему не получилось? Потому что у нас есть языки, которые арабские и другие, где мы пишем справа налево. Там у нас уже используется этот знак, и он как бы уже получается будет повторение. И не по всеми там можно его использовать в конце концов. Далее у нас вот этот вот знак, вот такая закорючка непонятная, его предложил какой-то французский лингвист использовать в качестве обозначения иронии и сарказма. То есть, это такой особый такой знак для иронии и сарказма. Тоже не особо прижился, потому что, ну, в принципе, и нам, и без всяких дополнительных закорюк, было нормально понимать, что это вопрос. И как бы на подсознательном уровне мы и так видели, что это ирония или сарказм. Так, про раскладные знаки будем говорить отдельно. Вот такой вот знак пытались ввести, типа как знак любви. То есть, из вопросительного знака должно было получиться сердечко. В принципе, идея хорошая, единственное, что было, почему было плохо, потому что такой знак означал, что у тебя любовь под вопросом, что ли, или что ты хочешь этим сказать. То есть, как бы немножко непонятно было, при чём тут знак вопроса. И ещё вот этот вот знак любви не приелся, потому что очень быстро наступила эра наших мессенджеров, очень быстро наступила эра смайликов. И именно наши смайлики как раз-таки и пресекли все вот эти прочие новые знаков видения, потому что одного смайлика, ну, нужного, да, подходящего, там, смайлик в виде сердечка, было вполне достаточно для того, чтобы передать все те эмоции, которые нам нужны. И именно поэтому у нас каких-то новых знаков непонятных больше вряд ли когда-нибудь ведётся. Вот то, что у нас есть, там, вопросительный знак, восстательный знак, точка, точка запятая и так далее. В принципе, этот набор, он так и останется. А всё остальное, то можно подкрепить эмоциями, нашими эмоджи, да, то есть, маленькие эмоджи и прочие наши картиночки. Фух, на этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за внимание. И в следующем видео я расскажу про восклицательные знаки. Там, кстати, тоже кое-что будет интересненькое, так что не пропустите. Субтитры подогнал «Симон»